Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот вчера я высаживала Демидова и Настеньку в открытый грунт, но я не только их высаживала, я высадила еще туда сибирскую тройку, петрушу, госпожу удачу. Но именно про Демидова я говорила, что его очень много у меня осталось. Я говорила, что те, которые не влезли туда, не вошли на эту грядку, поедут на грядку-ленивку. Вот как раз они сегодня приехали на грядку-ленивку. Сегодня я их буду высаживать, и сейчас я поговорю про эту грядку, потому что уже были вопросы, какие сорта здесь можно выращивать, назвать. Я сразу извиняюсь за то, что тут не очень красиво, потому что я тут еще не убиралась. Вот тут, где полотно нетканое было, тут травы, конечно, нет, а рядом трава. Тут же вот труба от печки из теплицы. И самый главный вопрос, который часто задается, какие преимущества на грядке-ленивке мы получаем, вот по принципу посадил и забыл, и какие сорта можно выращивать без ущерба, ну для состояния томатов. Потому что ведь не всякий томат можно уложить на грядку-ленивку. Например, попробуйте Дебрау или Король-Гигант сюда положить, конечно, ничего не будет. И в прошлом году, когда я говорила, что я выращиваю на грядке-ленивке, посадил и забыл, я просто их высаживаю и все, что никакого ухода, никаких проблем. Некоторые, ну очень мало их таких людей, но они написали, ну как это никакого ухода, а пропалывать, вы что не будете пропалывать? Ну мне, конечно, я всегда улыбаюсь, когда такие комментарии читаю, ну это что за огородики, которые хотят вырастить томаты, но даже не пропалывая? Ну это уже такие прописные истины, про которые я даже не упоминаю, что прополка, конечно, нужна. Ну это даже слов нет. Даже на грядке-ленивке, вот где в прошлом году у меня они росли, трава все равно появляется, и какой-то минимальный уход. И прополка, и немножко полив, а посадил и забыл, это имеется в виду, что есть томаты, которые можно не подвязывать, можно не посынковать, и они избавляют нас вот от этих проблем. И это и называется, посадил и забыл. Это не имеется в виду, что им не нужен полив, им не нужна прополка, так как они живые, и полив всем нужен. Ну вот нынче я решила, для того, чтобы вот таких людей вообще больше не возникало, даже чтобы прополки не было, вот это будет реальная грядка-ленивка. Я здесь не буду полоть, потому что тут осталась оградка от прошлого года. Я здесь не буду поливать, потому что сейчас эту капельную ленту протянем. Я сейчас высажу вот эти томаты, которые не надо будет подвязывать, не надо будет посынковать. Вот это самое ленивое, из самых ленивейших грядок будет ленивка. Точно я посажу и забуду о них. Так, какие сорта в прошлом году у меня были? В прошлом году у меня выращивалось очень много сортов, 18, по-моему. Я вам о том расскажу, как просто выбирать, даже не знаю, какие наименования. У меня были и льдинка там, и полюс, и таймыр, и аляска, и сибирский скороспелый, и дамский пальчик, и щелковский скороспелый. Все были там. Смотрите, вы можете выбрать любой сорт. Это у меня вот такие, а у вас, возможно, районированные, совсем другие. На грядке ленивки можно выращивать все штамбовые сорта, все. Начиная с челнока, с буя, челнок, буян, все-все вот такие коротышки, все карликовые сорта, и пиноккио, и жемчужины, и всякие, балконная звезда. Все вырастет на грядке ленивки. Вот эти, которые коротенькие, они проще всего. Они даже не падая, могут вот так кустик стоять, особенно вот карликовые пиноккио, балконная звезда. Они просто кустиком стоят, и все. Но с них вы понимаете, что плоды очень мелкие, и это нерентабельно. Лучше, конечно, крупноватые. Крупноватые все штамбовые, все не штамбовые, но детерминатные, низкорослые, которые до 50 сантиметров можете высаживать все. Начинаем. И штамбовые, и не штамбовые, можете даже не задумываться. Если написано, рост 50-55, высаживаете. Высаживала Ринет, высаживала Розу Ветров, высаживала Демидов, высаживала Сибирский Скороспелый, Белый Налив. Все, что я называю, все растет прекрасно. Потом высаживала, ну вот эти все снежные коротыши, полюса Аляска, метелицу высаживала, подснежник даже высаживала. Он подснежник более растягивается, он не очень компактный, но получаются большие такие помидорины на нем. Потом высаживала, так, сейчас, подождите, даже толстый ботсман выращивала, но он не очень подходит, тоже сильно растягивается. Выращивала все вот эти вот пальчиковые, пробовала. Дамский пальчик хорошо растет, но дамский пальчик, он вырастает по принципу монгольский карлик. То есть, вот так вот часто-часто ему не подойдут дырочки. Он, как монгольский карлик, вот так выпускает свои пасынки. Это как раз тот сорс, который нельзя пасынковать. И они в разные стороны расползают со звездой. И получается, что ему нужно примерно пол квадратного метра. Его можно выращивать, но его надо отступать больше, ему больше нужно. Но сюда же, конечно, подойдет и монгольский карлик. Но, как я вчера говорила, у него свои особенности. Раз он ползучий, вот этот грунтовой, он уже будет больше занимать места. Поэтому вы подумайте, или вы штамбовые, которые будут стоять, стоячие ставьте, или которые будут расползаться. От этого зависит расстояние вот этих дырок на грядке ленивки. Я обычно делаю так. Я вот делаю вот такой ряд, например, я сейчас насажу. Но они там 30-40 сантиметров вырастут, они начнут облепляться томатами. И они однозначно когда-то завалятся от тяжести. Вот тот же Демидов. Он будет качаться, качаться, и куда-нибудь или туда, или туда. Тидынс, он упадет. Для того, чтобы этого не было, во-первых, при падении он может обломаться, могут плоды обсыпаться. Он может упасть не туда, куда вам нужно, на вашу дорогу, потом ходить будет невозможно. Для этого я уже заранее начинаю их принудительно склонять. То есть навожу порядок сама. Вот начинается первая, вторая кисть завязалась. Я иду, и вот так ногой немножко раз его туда, раз делаю немного крен туда, и раз плоды у него уже висят, ясно, что они его понемножку, понемножку, они мое дело доделают, они будут его клонить, 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 и осторожно завалится он туда, куда ему надо. Все. Я вот этот склоню туда, а этот склоню туда. И они будут вот такие как расчесанные, как гряды. Потому что если им дать волю, они туда-сюда будут. Все. Сорта вот назвала. И главное не знать название сорта, а главное знать те характеристики, по которым вы можете выбрать. Я уже сказала, толстоногие все идут, вот какие я называла. А Настенька не идет, потому что она, я ее не выращиваю, она же уже не 50 сантиметров, а 75. А я вам сказала, что 50-55 это предел. Выше этого не нужно выбирать, потому что они будут переплетаться, им будет тесно, они все друг друга захватят. Высота 50 сантиметров, все толстоногие, все штамбовые, даже если он не штамбовый, но детерминатный, низкорослый, все идут. Только там есть какие-то толстоногие, а какие ползущие, как дамский пальчик и как монгольский карлик. При высадке этих томатов нужно учитывать расстояние, длину шагу увеличивайте, и все. Если у вас места много, можете и такие высаживать. Все, до свидания. Вот это было про ленивые грядки. Ответ на вопрос, какие сорта подходят. Свои сорта назвала? Вы можете смело выбирать свои. В магазинах очень много таких томатов. Это все скороспелые, это все раннеспелые, все низкорослые, все, которые быстро-быстро-быстро поспеют. И на грядке ленивки обычно такое бывает красивое зрелище. Еще нет томатов в открытом грунте, а сюда, у меня вот на горе, здесь два года назад было, заглянешь, тут вот так вот они лежат, и красные, и красные, и красные. Очень красиво. Попробуйте. Продолжение следует...